привет друзья ну что надо срочно поговорить о воде многие скажут ну что о ней говорить вода есть вода главное чтобы была питьевая хорошая и пойдет для пива но есть нюансы не каждая вода подойдет для пива потому что очень много различий по физико химическому биологическому составу и в каждом уголке земли своя уникальная вода которая зависит от того где она протекает в каких местностях какая там состав почвы какие микроэлементы какие минералы и соответственно абсолютно разное по составу а чтобы понять какая вода надо конечно сделать физико-химический чтобы понять как ее лучше откорректировать и применить для пива одним из важных показателей воды является ph что же такое ph как мы знаем это h2o то есть два атома водорода и один атом кислорода но не всегда эти молекулы целые часть их раздроблена очень очень небольшая часть там миллионные доли от всего состава воды от всех молекул раздроблены на протон водорода и на гидроксил о аж то есть вместе все получается вода в обычной воде в идеальной этих частей одинаковое количество что h плюс что гидроксил о аж вот и они дают нейтральную реакцию то есть идеальная нейтральная реакция это семерка вот по графику и обычно питьевой воды ph находится от уровня где-то шесть с половиной до восемь с половиной но вот такая вот зазор для стандартов питьевой воды то есть человек нормально не ощущает не мыльного вкуса некий с кисленького вкуса вот это вот такие вот показатели но для пива все процессы идеально проходят в более кислой среде то есть где-то от 5 2 до 5 8 скажем так обобщенно и каждая своя уникальная вода насыщена ионами разными металлов и микроэлементами соединениями всякие которые обуславливают или кислотное или щелочное такое вот основание воды поэтому конечно желательно знать минеральный состав воды чтобы понимать как и каким способом можно корректировать воду для пивоварения в принципе то сам пиаж воды не настолько важен насколько важен пиаж самого затора надо замерять пиаж именно в заторе потому что разные солода совершенно разному реагируют совершенно разной водой в зависимости от того какой состав воды светлые солода например меньше понижают пиаж чем темные солода потому что там процессы было найдено образование они дают более кислую реакцию и выделяют больше фитинов фосфатных соединений в воду которые реагируют с микроэлементами и закисляют ее скажем так существует жесткая мягкая вода жесткость обусловлена наличием таких ионов как кальций и магний чем их больше тем вода жестче чем меньше тем мягче при затирании когда в солод в воду добавляем начинает выделяется фитин и сода это такие фосфаты которые реагируют с кальцием и магнием производя кислоты и происходит понижение пиаж но не всегда до такого уровня которого нам надо примерно для усредненно для светлых сортов пиаж должен быть для затирания 5 2 5 4 а для темных 5 4 5 6 где-то вот так вот а пиаж поэтому остальное корректируется уже пищевыми кислотами молочной лимонной ортофосфорной она понижает пиаж до нужного значения для оптимальной работы всех ферментов про ферменты я потом видео сделаю расскажу какой фермент для чего нужен и при каких оптимальных значениях пиаж он работает но воде еще могут быть такие нежелательные ионы и соединений которые могут очень сильно испортить вкус и запах нашего пива поэтому надо следить чтобы их там не было или было в минимальном количестве это железо это марганец это нитраты это сульфиды и он и железо ощущается в пиве уже при концентрации в 0 3 ppm это миллиграмм на литр и дает неприятный металлический привкус в воде для пива концентрация должна быть ниже 0 1 ппм а вот марганец еще сильнее ощущается в пиве четкий металлический привкус ощущается уже при концентрации 0 0 5 ппм количество нитратов тоже должно быть ограничено в воде их должно быть ниже 44 ппм оптимальное значение это вообще не выше 25 миллиграмм на литр высокое содержание может привести превращение в нитриты а это уже я для дрожжей ну а сульфиды могут дать запах серы или тухлых яиц ну и конечно нужные нам ионы и соединения в воде для производства отличного пива но в оптимальной концентрации это кальций который благотворительно влияет на все ферментативные процессы оптимальная концентрация плюс минус где-то 40 ппм солод в принципе в воде обеспечивает такое количество магний питательное вещество для дрожжей но в то же время подчеркивает кислые и горькие вкусы рекомендуемое значение от 5 до 30 ппм тоже обеспечивается в принципе солодом при затирании натрий подчеркивает кислый и соленый вкус но в небольших количествах рекомендуют не превышать 60 ппм так как он ядовит для дрожжей ионы хлора подчеркивают полнотелость и сладость такое пиво но не рекомендуют превышать 50 миллиграмм на литр сульфаты очень хороши для хмеленных таких сортов обеспечивает такое сухое суховатое послевкусие рекомендуется в принципе до 350 ппм но для остального пива чтобы оно не было сухое и какое-то плоское не должно превышать 150 ппм цинк очень важен для дрожжей но в концентрациях не больше 0102 ппм в количестве больше одного ппм ядовит и убивает дрожжи вот такие параметры должны быть в принципе у идеальной воды для пива вот на практике конечно надо все это учитывать особенно водоподготовку ставить хлор ионы хлора ну там не сам хлор всякие там хлорные соединения которые используются для на водоподготовительных станциях для обеззараживания они остаются в воде и придают пиву лекарственный запах такой старых бинтов пластырей каких-то вот хлор обязательно надо удалять он очень сильно влияет на ароматику пивную удаляется по-разному некоторые там можно конечно кипятить очень долго будет удаляться аскорбиновой кислотой тоже как-то обеззараживает ну самое оптимальное это угольными фильтрами обычные вот бытовые угольные фильтры они очень хорошо все остатки хлора в воде ну и корректировка кислотно-щелочного баланса самого затора не воды а затора потому что если вы закислите воду потом неизвестно сколько закислить именно фитины солода еще воду и получится вообще пиаш упадет ниже плинтуса и получится такое сухое плоское пиво с кислинкой тут надо будет выравнивать уже или содой пищевой или мелом но мелом плохо выравнивается содой но пищевая сода может повысить содержание натрия в воде большая концентрация натрия может дать такой солоноватый привкус пива тоже не очень хорошо для газы может очень даже неплохо но для основных сортов не очень поэтому я например пользуюсь водой с обратного осмоса пойдем покажу вот моя водоподготовочка вот угольная колонна забитая активированным углем вода поступает через предварительный фильтр грубой очистки удаляет все крупные частицы потом попадает в угольную колонну обес хлоривается полностью хлор удаляется вот и потом поступает на мембрану обратного осмоса а мембрана обратного осмоса уже удаляет практически все соли сейчас мире почти не осталось источников воды которая дает постоянное качество то есть в зависимости от времени года заливов каких-то отливов погодных условий содержание минералов и солей постоянно меняется в воде и поэтому самый оптимальный вариант для меня я выбрал мембрану обратного осмоса мембрана конечно может дать полностью обессоленную воду это тоже не очень хорошо потому что могут быть проблемы при брожении не всегда может солод выделить все эти микроэлементы нужные ионы для брожения поэтому я просто добавляю подмесом воду тут есть такая функция blend можно домешать воду то есть у меня не чисто идет обессоленная вода у меня идет с домесом где-то процентов 10 то есть я домешиваю воду которая просто прошла через предварительный фильтр обес хлорилась на угольной колонне и домешалась очищенной воде и получилось что где-то 200-300 ппм солей это за очень много идет у меня в входной воде 5 где-то ппм остается после осмоса и я добавляю 10 процентов у меня получается в принципе очень мягкая и средняя вода для производства принципе я доволен так что стремитесь к своему идеальному пиву пока